Музыка Ежегодно перед руководством каждого российского региона встает известная проблема, которую представители местной власти стараются решить по мере своих сил и возможностей. Подготовка школ и дошкольных учреждений к новому учебному году. Именно это становится заботой глав муниципальных округов и всех ответственных за образовательную ситуацию на той или иной территории. Угольский муниципальный округ не исключение. И ни для кого не секрет, что глава округа Леонора Шереметьева уделяет этому не только большое внимание, но, что более важно, ежегодно выделяет значительные финансовые средства на проведение разноплановых ремонтных работ в учреждениях образования. Не стал исключением и текущий 2004 год. Достаточно сказать, что на ремонтные работы в школах и дошкольных заведениях было затрачено более 7 миллионов рублей. Из них 1 миллион 33 тысячи – финансовые вложения из областного бюджета. Остальные же средства – около 6 миллионов – взяла на себя муниципальная казна. На эти деньги была отремонтирована кровля в дошкольных учреждениях номер 4 и 15, в детском саду-школе – номер 1, в физико-математическом лицее. Капитальному ремонту подверглись отопительные системы детских садов номер 1, 15, 18. Также выделялись средства на ремонт сельских школ. В селе Юрьево, например, отремонтирована не только школа, но и дошкольные общеобразовательные учреждения. Запланирован ремонт кровли и спортзала в Оздвиженской школе. В один из сентябрьских дней съемочная группа угольческого телевидения совместно со специалистами управления образования совершила рейд по некоторым школьным адресам и лично удостоверилась во многом сказанном выше. Первая остановка была сделана в физико-математическом лицее. В этом году на глобальные перемены в его стенах было затрачено 612 тысяч рублей. 198 из них – из областного бюджета, остальные – более 400 из местного. В течение лета здесь был капитально реконструирован весь первый этаж, заменен пол, в ряде помещений удалены перегородки, оборудован гардероб, отремонтирована туалетная комната, кровля, проведен ряд других работ. Так как в свое время это здание лицей получил по наследству, то вместе с ним на плечи работников лицея легли и проблемы с его обустройством. С годами они только накапливались. Лицей в нем существует уже более шести лет. И до этого у нас, конечно, были определенные сложности, связанные с тем, что здание приспособленное. И я считаю, что в этом году нам удалось наконец-то сделать таким образом, чтобы ребятам было удобно, самое главное – удобно в лицее. Вот, посмотрите, тут, значит, полы какие, перегородки из гипсокартона. В общем-то, отделка сама. Я считаю, что мы в таком виде просуществуем еще много-много лет. И мне бы хотелось только на будущее, чтобы часть работ по реконструкции второго этажа тоже были выполнены. Владимир Михайлович, ну, для того, чтобы как-то сравнить, наверное, надо сказать, что здесь раньше было. Здесь был детский сад. Тут вот были перегородки сплошные. Там, то есть мы как-то расширили все это, убрали все лишнее, сделали, не оставили проходных кабинетов. Значит, свет вот видите новый, вновь провели, все светильники повесили. Ну, и, конечно, здесь современные материалы использованы. Да, это, в первую очередь, гипсокартонные стены, которые требуются по правилам пожарной безопасности. Это, вы видите, значит, плитки из керамогранита. Они не скользкие, нормально детям. В общем-то, я думаю, что они простоятся очень долго, в отличие от линолеума. Кстати, здесь вот по этому коридору до этого лежал линолеум, которому было более 30 лет. И вот нам удалось его в этом году заменить. Ребята что-то сами как-то помогали? Ребята в основном выполняли работы по очистке территории, по уборке после ремонта. В общем-то, каждый из учащихся школы отработал на устройстве школы пять дней. Ребята приходят, родители в школу не узнают просто-напросто, говорят, куда мы попали, мы не можем, мы не знаем пока куда пойти, тут так стало просторно, много места. Средняя школа номер четыре, очередное общеобразовательное учреждение и еще один пункт проведенных ремонтных работ. К началу этого учебного года здесь капитально отремонтировано учительское. Местному бюджету это обошлось в 200 тысяч рублей. Из фонда материального обеспечения была приобретена новая мебель. Проведен косметический ремонт столовой, восьми учебных кабинетов, подновлены полы, стены, подоконники. Капитально отремонтированы электрощитовая и теплоузел. В разговоре с директором школы Алевтиной Масловой выяснилось, что работа по обустройству школы будет продолжаться. Перспектив много. Это ремонт второго этажа, капитальный ремонт и реконструкция буфета столовой полностью. Это капитальный ремонт мастерских, которые отдельно стоящие здания, мастерские для девочек, для мальчиков. Это ремонт вентиляционной системы школы и ремонт ряда кабинетов. То есть там много еще у нас всего. Это уже на следующие годы. На следующие годы. Ну и да, и благоустройство территории. Прежде всего нам нужно ограждение вокруг школы. Это он у нас подвергается всем ветрам. И местные жители тут нам много приносят мусора. И выгул собак на спортивной площадке, которую мы не можем использовать по назначению. То есть вот это перспектива. Значительные изменения произошли этим летом и в средней школе номер два. Ее директор Наталья Мишустина рассказала, что старт, проведенным работам, был дан в июле, сразу же после выделения первых денег. Следуя предписанию Госпошнадзора, стены и потолки учебного заведения были обшиты гипсокартоном, негорючим и экологически чистым материалом. Также был реконструирован холл. С переносом лестницы на новое место он стал более просторным и красивым. Ребята прибежали в школу 1 сентября очень рано, еще до начала линейки. И они открыли рот от радости. Им все очень понравилось. Они не узнали наш холл, они не узнали лестницу, им очень понравилось. Но родители более сдержаны, пришли в школу. Родителям тоже все очень понравилось. Они сказали, что школа стала новая. Работы еще очень много. Нужно привести в порядок обязательно столовые. У нас буфеты раздатки. И у меня три здания. Нужно обязательно привести в порядок туалеты, кабинеты. Нужно купить новую мебель. И тогда школа будет у нас идеальной. Наталья Алексеевна, за счет каких средств проводился ремонт в этом году? Но прежде всего я хочу сказать большое спасибо Леоноре Михайловне Шереметьевой, главе нашего муниципального округа, за моральную и, конечно, материальную поддержку. Она не отказывает нам практически ни в чем. И если она что-то обещает, она обязательно делает. И в этом году были выделены достаточные средства из местного бюджета. И из областного бюджета тоже были выделены деньги. Но, кроме того, Леонора Михайловна обещала, и она обязательно сделает, привести в порядок территорию перед школой. Потому что эта территория не только наша школьная, но здесь находятся и две церкви, и собор, и жилые дома. И поэтому в течение сентября, я думаю, мы ее приведем в порядок. Детский сад начальную школу номер один в микрорайоне Цветочный также можно с полной уверенностью отнести к дошкольным учреждениям, не обделенным вниманием со стороны местной власти. Косметические ремонты ежегодно проводятся во всех детских садах и зачастую расходы на эти цели даже не учитываются. Большую помощь оказывают спонсоры и родители воспитанников. В данном детском саду были капитально отремонтированы водопроводная система – 118 тысяч рублей, отопительная система – 125 тысяч рублей, кровля здания – 114 тысяч рублей. Заметим, что все эти расходы были профинансированы исключительно из муниципального бюджета. Но и на этом пока еще рано ставить точку. В перспективе, конечно, нам бы хотелось сейчас косметика в группах и классах. Это уже встает больной вопрос, потому что основные такие самые капитальные ремонты, как водоснабжение и отопление, будут сделаны. И теперь бы хотелось видеть красивые стены и уютные классы. Везде, где удалось побывать в нашей съемочной группе, отмечалась значимая роль главы нашего муниципального округа в воплощении всех вышеперечисленных задач на практике. Однако есть в образовательной сфере и многие нерешенные проблемы, на которые неоднократно указывала и продолжает настаивать на их решении глава округа. Одна из первоочередных задач в свете известных событий и, как уже говорилось ранее, это противопожарная обстановка в учебных заведениях. И если в техническом плане она по заверениям специалистов должна быть полностью решена в самом скором времени, то противопожарный ликбез и тренировочные мероприятия должны стать нормой жизни каждого образовательного учреждения. В интервью с начальником управления образования Тамарой Гулеватой были отмечены и другие моменты. В хозяйственном плане это приведение в порядок пришкольных территорий, воспитательном внедрении в дошкольных учреждениях эстетических курсов для качественного и гармоничного развития будущих учеников. Также не за горами и компьютеризация всех школ. Мы ждем новых компьютеров, причем эти компьютеры приобретены на условиях софинансирования. 25% проплатил муниципальный бюджет, это составило 600 тысяч и 75% за счет бюджета областного и федерального. Практически компьютеризация школ у нас будет завершена, и мы получаем компьютеры, причем с современными мультимедийными установками и будем иметь в большинстве школ выход в интернет. И также вот эти средства, современные компьютерные средства, они позволят улучшить качество обучения школьников. Также в планах специалистов управления образованием проведение в самом ближайшем времени общегородского родительского собрания. В связи с этим все, у кого есть какие-либо предложения по совершенствованию муниципальной образовательной системы, могут обращаться непосредственно в управление образованием. Все замечания и предложения будут обязательно учтены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова